Ну, понимали, что как бы мы едем в Германию, хотя бы гол забить, да, то есть в те времена вот такие настроения у нас были. Конечно, да, нельзя там говорить, ей ладно, проиграли, проиграли. Ну, они и сами, я думаю, очень сильно переживают. Были ли тогда вот ощущения, ну, что хотя бы очком можем зацепить во время игры? Победы над Грандом, может быть, нам и нужно дойти, и тогда мы куда-то пройдем. Кстати, не забываем, мои друзья из Юбет проводят много интересных конкурсов, розыгрышей, так что переходим по ссылочке в закрепленном комментарии, и там уже получите все свои ништячки. С вами Зиданчик, вы на канале Юбет Киезет. Сегодня едем в Европе, да, по Европе, в поезде, такие красивые пейзажи за окном. И сегодня хочу поговорить с болельщиком нашей сборной, человеком, который посетил много выездных матчей, всегда был со сборной, поддерживал ее во всех ее начинаниях, видел самые такие болезненные матчи, которые не хочется вспоминать, но и видел уже к своим годам, к своему времени уже и хорошие матчи. Это Дамир Амирханов. Расскажи, где мы едем? Да, мы едем на поезде из Люксембурга в Бельгию, в Анферпен, уже по территории Бельгии. Небольшая поездка, по нашим меркам, три часа. Ты видел игру в Афинах? Ну, как игру? Игру ты потом пересмотрел, да, ночью ты рассказывал. А так, ну, ты видел, что произошло в Афинах, ты видел, что произошло в Люксембурге. Вот про эти два матча вкратце, как болельщик сборной. Вкратце, да, конечно, ожидания были высокими. У всех, благодаря прошлогоднему успеху, очень много людей захотело приехать, поддержать. Как всегда, было много людей, которые первый раз приехали. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Поэтому очень было грустно. Но сама атмосфера до матча, на следующий день празднования на Урэза, это все скрасило, конечно, саму всю поездку. И вот эти вот разочарования от игры быстро забылись. То есть, если так размышлять, раньше же, как бы, вообще такого не было. То есть, даже близко мы не были к тому, чтобы там пройти отбор. А сейчас, получается, ну, почти, почти. Чуть-чуть, да, как говорится, не хватило? Игру саму я, конечно, ну, почти не смотрел на стадионе. Сложно это делать. Когда именно за сборную еду болеть, то получается, что я больше половины игры, наверное, спиной к стадиону и лицом к болельщикам. Я пытаюсь найти людей, кто может помочь и организовать весь процесс боления. То есть, чтобы, ну, как бы, люди кричали, поддерживали. Это же важно, чтобы ребята на поле слышали, что они не одни, что у них есть мощная поддержка. Благодаря мощной поддержке можно включиться и выиграть, как это было в Финляндии, например. Когда весь второй тайм мы попросили, чтобы никто не сидел, все встали. И когда все встали, и второй тайм в Финляндии это было нечто. Все помнят. Расскажи. А с Люксембургом, вот еще про Люксембург. Начало было классным. Народу было, конечно, наших болельщиков маловато. Но это было ожидаемо. Матч товарищ. Первый гол, да, он немножечко помог дать вот этой вот энергии болельщикам, которые пришли. Ну, а дальше, да, дальше, к сожалению, не получилось. Ну, это уже не так сильно важно. Громко хлопнуть дверью не получилось, но я думаю, успехи впереди все равно. Ну, вот эти вот оценки по игрокам, по матчу, это уже, наверное, оставим экспертам, да? Пусть они это уже разбирают. Так, все. Для этого есть эксперты, есть диваны. То есть... Мы так поболеть, да? Ну и поддержать. Поддержка нужна всегда всем. Про первый выезд помнишь? Какой первый матч, который ты посмотрел? За рубежом, ну, кажется, это была Германия. Вот я пытался вспомнить, если не ошибаюсь. Это был Кайзерслаутерн, да. И первый раз мы решили... Ну, понимали, что как бы мы едем в Германию, хотя бы гол забить, да? То есть в те времена вот такие настроения у нас были. И в аэропорту, где продают сувениры наши национальные, мы решили вот Козак-Колпак купить и пойти в нем. Да, кстати, можешь вот на эту камеру показать. Вот так вот. Это вы где купили? В Алмате? В Алмате, в аэропорту перед вылетом. То есть тогда идея, да, у тебя родилась эта? Да. Тогда была идея. Не так я, потому что так я же тоже носят некоторые. Да, но нужно было такое, что-то более запоминающееся. Чтобы издалека видно было. Да, вот. Я тогда думал, блин, если там 100 или 150 человек придут на стадион, это же круто. Я надеюсь, в Астане вот со временем будут приходить все так. На матчи, да? Как болельщики мы должны победить, вот. И поддержать ребят, как футболисты, тоже когда-нибудь, я думаю, отблагодарят нас. Просто не надо критиковать, ждать что-то от них большего. Нужно приехать, поддержать. Получилось, получилось. Нет, нет. А вот это вот все. Обидные какие-то вещи говорить, там, играть не умеете. Ну, блин, многие люди и сами не играли на этом уровне, и как бы не совсем понимают. Конечно, да, нельзя там говорить, и ладно, проиграли, проиграли. Ну, они и сами, я думаю, очень сильно переживают. Ну, я же вот вижу, ну, видно, пацаны, вот, по глазам, по их, что они очень переживают, и не совсем, ну, удобно им выходить, там, улыбаться, еще что-то. То есть, грустные они были. Видно было, все грустные. А когда победы, ну, побеждать и праздновать легко, а вот, а вы попробуйте без побед поподдерживать. Самый обидный матч, вспомни. Самый обидный матч был, когда Турция 6-0 проиграли в Алма-Ате, потому что тогда уже тенденция была, уже в Астане проводили матчи, и тут летом, по-моему, если я не ошибаюсь, решили сделать в Алма-Ате. Вот, было все классно, в Алма-Ате очень удобно, стадион, центр, рядом много, торговый центр, там, кафешки и так далее. Лето, в Алма-Ате. В Алма-Ате и без футбола хорошо, а когда футбол большой весит, ну, в итоге праздник закончился поражением 6-0. Это был очень обидный матч. А гостевой? Гостевой? Ну, ну... Нидерландер, ты же помнишь эту игру, когда мы 3-1 проиграли? Абдулин забил. 3-1 или 2-1. 3-1 был. Да, Абдулин забил, мы выигрывали до 80 какой-то минуты, 1-0. Там, конечно, было весело. Ну, болельщиков было не так много, не знаю, человек 20-30 тоже. Я не помню, когда было. Это лет 10 назад было? Ну, не знаю, там, наоборот, было приятно. Мы там очень долго ходили и прикалывались над голландцами, что вот, 1-0 уже. Там какая-то 80-85 минуты, по-моему, они сравняли. Были ли тогда вот ощущения, ну, что хотя бы очком можем доцепить во время игры? Во время игры такие ощущения были, не то что были, мы очень хотели выиграть, это же была бы бомбой. Я так-то тоже, ну, как бы из европейских стран, за Голландию, Германию, Англию всегда. Ну, понятно, что когда мы с ними играли, я прям думал, неужели? Ну, была бы историческая победа, мы еще грандов не выигрывали. Голландия все-таки все равно, по сравнению с Данией, гранд, Дания в топе, но не такой гранд. То есть до уровня победы над грандом, может быть, нам и нужно дойти, и тогда мы куда-то пройдем. Может быть, да, у нас тогда этот, да, как груз в плеч, да, может быть, вот это вот спадет, да, что мы вот уже, что можем, да. Вот мы датчан обыграли в прошлом году, у нас какой-то груз спал уже. Ну, Дания это все равно крепкая команда, правильно же? Да, нет, это топ, тем более в Европе. Но это не Франция, опять же. Это не Франция. Да, не Германия. Ну, окла, да. Специально про Францию не говорю, не хочу вспоминать. Ну, окла, да, правильно же? Вот окла вот этого уровня. То есть, чтобы, может быть, вот мы пришли к тому, что, может быть, чтобы нам пробиться на Евро или на чемпионат мира, нам нужна победа над грандом. Тогда еще больше ребят в себя поверят, что можно собраться, выложиться и победить. Да, может быть, так. Дания дала нам, победа над Данией дала, конечно, нам всем и футболистам, и всем, кто работает там в федерации, тренерскому штабу, болельщикам. Всем-всем дала ощущение такое, ну, уверенности. Прошлый год мы играли уверенно. Даже поражения были такие, что, ну, не вот, не как в Греции. Ну, со Словении вспомни дома. Хорошо играли, первый этап, хорошо играли. Первый этап мы нам неплохо играли. Со Словении нам чуть-чуть не хватило, как раз со Словенией. Опыта, да? Я надеюсь, Словении отомстимы осенью в Лиге нации. Не зря же Всевышний послал их в нашу группу. Приедем, выиграем и пошлем их тоже. Какие еще выезда хотел бы вспомнить? Какие у тебя вот так запоминающиеся выезда? Вот, где ты поддерживал? Может быть, где-то... На сборную? Да, на сборную или клуб. На клубной, кстати, ты тоже ездил же, да? С Астаной много ездил, когда они в Лигу Чемпионов. Вышли в Стамбул, потом в Лиге Европы в Спортинг этот Лиссабон ездил. Сейчас уже не все вспомню. Ну, на этот матч, которая 1-16, да? Которая на плей-офф ты ездил? 3-3 со Спортином? Ну, это плей-офф же, да? Да, в конце Шамко с углового сравнял, и мы сошли с ума. Это было круто очень. Там было интересно. Мне Григорий Бабаян оставил билеты. Я еще не специально, случайно снял АТ, как раз там сборная остановилась. Ой, Астана остановилась. Взял билеты на ресепшн, пришел. Это были места по центру. А потом одел шапан, колпак. В центре стою, все смотрят вокруг на меня, болельщики спортинга. Вот никого вообще нет. Одни это, болельщики спортинга. И увидел на гостевой трибуне, вот как обычно, на же сбоку, что там собрались, там, ну, человек 50-40-50 точно. И пошел к ним, как в кинотеатре, извините, извините, вот так пошел 4 сектора, прямо вот так вот. Там были ребята, фанаты Астаны. Они тоже меня узнали, там, махали, кричали. Я уже к ним, уже там, вот, шел, как к родным. И открыли эти сотрудники службы безопасности, эти маленькие ворота там, там все ограждено было. И запустили меня, потому что сначала не хотели, ну, они же видят ситуацию. И все болельщики кричат, вот я пришел. И потом начали мы заряды делать. Очень хорошо поболели. После этого очень хорошо пообщались. Там было сообщество в Испании. Они объединились с различными людьми, там, через какие-то связи уже. Ватсап тогда был. С теми, кто в Лиссабоне, кто в Португалии живет. И вот такое комьюнити создалось. И вот я очутился там. Очутился, встретил там соседа бывшего. Он, оказывается, уже давно там живет в Мадриде. И, ну, мы удивились. Он приехал туда с супругой, с маленьким ребенком, с коляской. По-моему, даже супруга сидела с ребенком, с коляской в кафе рядом со стадионом, не зашла. А он там был. Ну, в общем, хорошо. Пошумели, погуляли. И на следующий день, как вот обычно, собрались в каком-то месте. Все, кто был там местный, показали, куда сходить. Студенты были. То есть самые неожиданные люди с интересной историей встречаются всегда. На таких вот выездах. Это вот тоже один из плюсов. Живерных, да? Я бы сказал, плюсов. Это такое общение, коммуникация. Люди знакомятся, коммуникация. Как сейчас говорят, нетворки какой-то получается. Это очень классно. А сколько ты, не знаю, друзей завел? Можешь примерно так понять? Вот на выездах вот. Можешь сказать, что ты вот из страны поедешь? Ну, я точно знаю. Очень много есть людей, которым, если я напишу, они встретят. В Европе, да? Они встретят, как минимум что-то покажут, как максимум мы там будем день-два где-то гулять. Да, конечно, безусловно. Очень много. Я сейчас так не скажу на скидку, но достаточно теплые речи произносятся, когда вот мы где-то сидим, гуляем. И взрослые люди вообще с самыми неожиданными историями, как они там очутились, оказались. Скучают все по Казахстану, кто-то там и не был никогда, например. То есть сейчас, в прошлый год вообще создал очень много чатов. Ну, толчок, да? Все-таки сборная бум сделала. Казахстан-Даня, Казахстан-Финляндия, Казахстан-Греция. Такие прям, Казахстан-Словения, такие мощные чаты, они остались. Уже группу создали, Казах-футбол, по-моему, я не помню сейчас, как назвали, да, уже там с подгруппами по городам. Это тоже хорошо, очень полезно для людей. Где-то кому-то, например, нужна поддержка, или там он переночевать не может, они зовут, там, ну, такие вещи тоже помогают. Или студенты смотрят, мы, например, там уже взрослые люди, там, скидываются, счета закрываем, оплачиваем. Мы же для них пример как бы подаем. Завтра мои дети, например, будут в какой-то ситуации, там, и окажутся, приедут, там, поболеть за Казахстан, например. И какие-то вот сегодняшние студенты, они завтра уже обоснуются, в Европе будут жить, я думаю. То есть, конечно, я не ради этого говорю, но жизнь показывает, что так и получается. То есть, твори добро, делай все не ради, там, чего-то, а просто, как бы, делай это, чтобы... Чтобы тебе понравилось. Людям, да. Тебе самому, чтобы сам кайфовала. Сам ты, тем более, это же прям непередаваемый кайф. Я имею в виду, помогай сегодня кому-то, и завтра помогут тебе или кому-то другому. Раньше же вот мало людей поддерживало на сборных, вот ты вот раньше есть? Очень мало. Человек 10, это максимум, да? 10-20 человек, плюс молодежка, ну, и какие-то ребята там с посольства, например, местного. Ну, все. Вот, прошлый год, вот, мы видели, сколько в Словении было, в Финляндии, да? В Дании, в Греции тоже нормально так людей было. Это же все, вот, мне кажется, вот, после того, как бум, да, начался у нас, вот, как сборная стрельнула, начало стрелять. Началось это все в Лиге нации, мы ее выиграли. Потом, вот, громкая победа над Даней, все такие, ооо, уже вот, вот, евро, вот она рядом. И все, ну, как бы, как сказать, глоры, да? Ну, не глоры, ну, люди начали верить в сборную нашу. Это естественный процесс, да. Да, вот, как ты думаешь, сейчас, ну, всегда же, может быть, за белой полосой до темной пойти, отсеется вот этот вот, или, думаешь, уже в комьюнити вот это создалось? Безусловно, отсеется. Ну, комьюнити создалось уже, да? Да, мы это видим вот по тому же Люксембургу, например. Угу. В Люксембурге особо народу не было. Конечно, отсеется. Будете плохо играть, ребята, отсеется. Все это комьюнити. Ну, все равно, мне кажется, уже какой-то этот, да? Ну, точно уже будет. Основа уже есть. Основа есть, но теперь точно больше народу будет приезжать на матчи. Угу. Вот. Особенно молодежи как раз. Ну, да, здесь сколько студентов, да, учиться живут. Считаю, у нас матч в Австрии, в Австрии будет Словении и Норвегии. Это вот три локации удобные, да, они тоже, как добираться? Ну, вот, благодаря чатам мы уже знаем людей, которые уже там будут ждать. Да. Где меня, кстати, помнишь, на Бешпармак позвали, когда я в Словении был? Мясо поел. Да, это я помню тоже. Ну, и да, в других городах, да, не исключен такой вариант, что можно приехать. Там тебе уже Дастархан, все как положено. Плюсы футбола очень большие. Ага. Футбол – сила, футбол – великая игра. А был какой-то матч сборной или, не знаю, на клубном уровне, где ты буквально один был? Не вспомнишь, что это было? Был. Был? Ну, не один, но окей, с другом там, например, там, двоем, троем. Ну, вот, по-моему, в Нюрнберге, когда с Германией играли. Второй матч, да? А, по-моему, меньше народу было. Второй матч, который… Да, там были в основном, ну, тоже вот местные наши немцы, которые переехали там с Казахстана в 90-х. Ну, они так рассажены были по всему стадиону, по чуть-чуть, но их было видно. Ага. Вот. Как-то раз в Белоруссию мы ездили, там тоже в основном все, ну, ребята спортивные журналисты. То есть… Журналисты было больше. Да, мы даже со сборной самолетом одним летели. В Брест. Ага. Вот. Там, в принципе, из болельщиков, не знаю, кажется, там мы были с братишкой. А остальные – это все ребята были спортивные журналисты, и около того что-то. Ага. Ну, то есть было болельщиков меньше, чем журналистов, да, грубо говоря? Да, кажется, нас двое было больше, а остальные все это были так или иначе связаны со спортивной журналистикой и телевидением. Ну, я думаю, что вот все-таки сборная, да, она сейчас объединила много людей, да? Да. Людей, которые вообще футболом не интересовались, которым был по барабану вообще футбол. А тут они видят, о, ни фига себе. Им сейчас ноги по барабану, но им нравится прийти поболеть, потом они там видят, что вот есть людям, которым не по барабану, удивляются там, надеюсь, впечатляются чем-то и подхватывают все это. И потом они же будут рассказывать, сейчас тем более они там делятся в Инстаграме, Ютубе и везде соцсетях. Ты же видел, вот мы здесь в Европе находимся, да, вот сколько здесь местных, которые здесь живут, учатся, сколько они удивляются людей тому, откуда мы приехали. Да, да. Мы тут, говорит, за три часа, говорит, не можем одно место поднять, да, приехать, а вы, говорит, с Казахстана, говорит, прилетели, такой путь проделали, столько денег потратили. Тоже какая-то своя мотивация для них, надеюсь. Кстати, я хотел насчет Ультрас поговорить, вот насколько важно, чтобы был представитель из Ультрас, вот на матче сборных, потому что вот смотри, ты же сам понимаешь, ты же сколько был на фанатке, да, на сборной, в других городах, там, в Ахтубе, в Алмате, ну, везде был, да, на футболе. И понимаешь, что такое Ультрас, и насколько вот 10 человек, могут 100 человек зарядить, да, спокойно же могут 10 человек, 100 человек зарядить, грубо говоря. Есть две разницы, когда ты в Казахстане, и вас толпа, это одно, а когда на выезде, и у тебя приходят люди, которым по барабану на футбол, как мы раньше сказали, их тяжело, ну, как, они, может, и хотят, но они же не знают, что кричать и как. Может быть, 10-15 фанатов, конечно, поменяет картину, но это в основном длинные кричалки какие-то, которые, то есть, это прям надо работать до матча с людьми. На самом деле, конечно, не так все сложно, но просто кто-то этим должен заниматься, то есть, все эти речевки, так сказать, скидывать, давать, петь. Я вот сколько раз видел, что говорят, давайте Атамикен споем, нифига не получается. Ну, слов что-то, кто не знает. Атамикен только на Астана-арене еще более-менее, и то. Проседает, да, тоже? Я иногда хожу, обычно я второй тайм иду на АН-4, а первый тайм сижу где-нибудь в середине с кем-то, с друзьями, слушаю вообще, что слышно, что не слышно. Есть у меня ребята, которые на АН-4 зажигают так называемые олды. И потом скидываем видео, говорю, рассказываю, обмениваюсь мнением, что пойдет, что не пойдет. А на выездах, ну, реально, если там 15 фанатов привезут, может поменяется картина. А так тяжело, я же, допустим, тоже там ребят прошу до матча, давайте вы вот с этой стороны встаньте, вы там. Если кто-то садится, поднимайте их, чтобы стояли, кричали. Ну, и рах, получается иногда, не получается. Наше дело, попытка не получается. Давай этот, кстати, вот, да, месседж сделаем тем, кто пришли на сборную, на матч. Особенно выездной, особенно выездной. Не сидите на месте. 90 минут потерпите. Нас и так мало там, я понимаю, когда там сектор, там, тысячи человек, да, там, окей, там. Незаметно, как пять человек сидят. А когда приходят 30 человек, то там уже заметно, что вот пять человек, это уже прям вот плеш. Ну, прижилась же, вот, казак еле, кричалка. Всем нравится, простая, понятная. Что-то более сложное, это уже нужно работать. Традиции еще нужны, традиций же нет. А все эти, я не знаю, зигазаги и прочие вещи, ну, это такая клубная тема. Она вообще не нужна на выездах, я считаю. На сборной, да. Вот. Мы должны что-то копировать, а что-то свое делать. Поэтому я вот всегда так очень крайне резко реагирую, если начинает кто-то, там, пришел из фанатов и пытается что-то там свое прокачать. Его никто не поддержит. Во-первых, он свои силы чуть-чуть отдал, голос посадил, и еще забирает чужие силы и время, да. Тем более на выезде же, мы же в гостях, там, местные фанаты иногда так болеют, что прям нужно ждать свою минуту, две минуты, когда они затихнут, и мы взорвемся. Вот. Нам повезло, что в Греции вот эти вот разборки ихние там между фанатами и полицейскими привели к тому, что фанатов не допустили на стадион. Поэтому в Греции так называемые кузьмичи сидели в основном, и нас было много, нас, ну, нам, мне кажется, может, даже получилось перекричать их. Я, конечно, не знаю по телевизору, ну, как это слышалось, нет, но было ощущение, что мы точно в Греции как болельщики не проиграли. Еще какой-то выезд, давай просто матч назовем, Германия-Казахстанте был, да, в Нидерландах был на матче сборных, потом где был еще? Ну, я не только же со сборной, на чемпионаты мира, Европу езжу, стараюсь. Для меня, Лига чемпионов, для меня, конечно, такой футбол интереснее в плане, что я там голос не сажу, не кричу, не прыгаю, смотрю футбол, да, и наслаждаюсь великой игрой и великими командами. Хотя, вот, один раз случай был на Альянс-Арену, как я попал, то есть я посмотрел в центре половину, где-то первого тайма этот, Реал Мадрид приехал в гости к Баварии. Потом вышел, быстро сел на метро, доехал до стадиона и там думал, может быть, во втором тайме получится разрулить, зайти, вот. Ну, и что-то вроде ничего не получалось, и в последний момент человек подошел, зажигалку попросил, и я у него спросил, вы что, на футбол? Он говорит, да, говорит, у меня абонемент. Он вообще оказался фанатом Баварии, у него был абонемент какой-то, что ли, на двоих человек. В общем, я с ним прошел бесплатно, там, пиво купил ему. И прям за воротами оказался, там, с фанатами, они там что-то кричали, и все, я просто прыгал рядом довольный. Все как положено, да? Да. Повезло. А так, не вспомнишь, да, на каких матчах был, примерно? Ну, все я не вспомню сейчас. Основные ты на самом деле... На Уэмбли же ты был? А, на Уэмбли был, да. На Уэмбли был, на 5-1. Есть знаменитая история, как мы это... Давай, про Уэмбли, расскажи. Приехали на Уэмбли и не увидели вживую гол Жамбулаку Кеева. Единственный гол. Да, если я не ошибаюсь, мы первый тайм сыграли 0-0, потом вышли под трибунку, стали очередь там, чай, пиво покупать. Очередь огромная была. И когда мы уже дождались, я взял, купил 20 кружек пива, ну, вот этих сразу. У нас было... На толпу, да? У нас было четверо. И мы начали кричать, кто, короче, за ничью с Казахстаном, можете взять одно пиво. Несколько бритов подошло и взяло. Да-да, давайте, 0-0 классно. Потом мы допивали уже, второй тайм начался. И в какой-то момент крики, шум, что-то там. И вот Стюарт подходит, он где-то из Прибалтики. Ну, он на русском так с акцентом говорил, типа, ваши же там забили гол, вы что тут садите, вам надо на трибуну. Мы такие, да ну, как забили. Ну, так, а все забили. Хотя, прикол есть, что в то время же, это же такая команда звездная, там, Руни, Джерард, там, Рио Фердинанд нашли кол. Они, по-моему, наварили, кстати, то есть, такие, Бэхэм, все звезды. Да, они проспали там, там же сауто скинул. У меня эта супруга рассказывала, что в компьютерном клубе приходили, когда давно очень они, видимо, молодыми совсем были. И Жамбул Кукеев играл там в ФИФУ в этом компьютерном клубе. И я думаю, он играл в ФИФУ вот этими вот всякими командами, той же Англии, например. А тут Бас приехал и забил. Конечно, там, наверное, с ума сошел от радости. Ну, это классные эмоции. Молодец он. Все, понял? На матчи планируешь? На матчи планирую, да. Да? Обязательно. Осенью, Норвегия. Надо горло восстановить что-то. Норвегия, Австрия, Словения. Накричался уже. Летом на евро? Летом на евро однозначно. Жаль только, да, что без нас. Немного жаль. Немного жаль, да. Но я думаю, в принципе, наверное, все закономерно, да? Наверное, да. Нам надо победить какого-нибудь топа. Прямо такого топа. Может, тогда это даст толчок, и мы пройдем куда-нибудь финальную часть. Ты думаешь, мы доросли уже до такого, чтобы... Ну, я думаю, доросли. Сейчас все, кто работает в федерации, в сборной, видно же, что всем не пофиг, далеко не пофиг. Они реально вносят каждый свой вклад, каждый на своем месте находится. Я вот смотрю, начиная от президента, главного тренера, заканчивая ребятами, кто работает. Ну, в чатах они вот в этих тоже состоят. Стараются максимально поддерживать, отвечать на вопросы и так далее в чате. Ну, быть открытыми, да? Да, может, если еще лучше они это будут делать, все. И еще лучше, может, футболисты будут работать над собой. Новое поколение, которое, я думаю, сейчас придет. И мы тоже, болельщики, еще лучше должны болеть. Все это, когда все будет вместе, там, наверное, вин-вин будет. Каждый должен вносить вклад не ради чего-то, а стараться это делать просто, чтобы общая цель. То есть из-за того, что я там прилетел, мы там с тобой ездим по Европе. Ну, не из-за этого же там сборная должна отобраться или лучше сыграть. Ну, я верю, что вот я пришел где-то на стадионе, какие-то заряды дал, постарался людей объединить. Я думаю, это помогает. Каждый должен быть на своем месте. И футболисты, и сотрудники федерации, и все-все-все. Делать свою работу как можно лучше. Ну, я думаю, что в Германию к нам не удалось пробиться, но Америка должна нас ждать. Да, и Мексика с Канадой тоже. В Канаде тоже очень много наших, кто переехал. США тоже. Так что что, готовим визу всей страной? Да. Думаю, там должно получиться. Тем более сейчас ребята окрепнут. Ну, они уже окрепли, да, по идее. Сейчас чуть-чуть еще поднатаскаются, и я думаю, все нормально будет. Да, наше дело верить и поддерживать. У нас других футболистов нет. Эти тоже классные. Много-много эмоций хороших принесли. Таким получилось это видео. А вы самое главное, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Я думаю, вы там дальше все знаете прекрасно. Пока.